Здравствуйте! В эфире программа Око Прокурора. С вами в студии Ирина Петрова. Смотрите сегодня. Резиновые квартиры. Изменения в законодательстве по миграционному учету. Хотел получить 60 тысяч рублей, а получил 13 лет в колонии. Прокуратура предупреждает. Новые в законодательстве в июне 2018 года. Резиновые квартиры. В последние годы жители советского района города Казани стали чаще ставить на учет иностранных граждан в своих квартирах за денежное вознаграждение. Однако данные граждане в данных квартирах не проживают. Все действия собственников данных квартир являются противозаконными. Согласно федеральному закону о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, учет иностранных граждан и лиц без гражданства – это фиксация в установленном порядке уполномоченными органами сведений о месте нахождения иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина либо лица без гражданства на учет в жилом помещении в Российской Федерации. Под фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания на территории Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания проживания в жилых помещениях на основании представления заведомо ложных недостоверных сведений либо постановка на учет без намерения пребывать проживать в данном жилом помещении либо без намерения принимающей стороны предоставить данные жилые помещения для проживания либо пребывания на территории Российской Федерации. За 2017 год прокуратурой Советского района города Казани поддержано государственное обвинение по 17 уголовным делам данной категории. За истекший период 2018 года прокуратурой района поддержано государственное обвинение по 70 уголовным делам данной категории. По всем уголовным делам вынесены обвинительные приговоры. Санкция статьи 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей в доход государства либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Если не хотите попасть в помещение, изображенное на этих кадрах, то не стоит испытывать судьбу и прописывать в свою квартиру большое количество иностранных граждан. Федеральным законодателям приняты поправки к закону о миграционном учете. Для того, чтобы сократить злоупотребление в этой сфере, уточнено понятие «место пребывания иностранного гражданина». На сегодняшний день в действующей редакции закона местом пребывания иностранного гражданина является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых гражданин находится по адресу, которых подлежит постановке на учет по месту пребывания. В новой редакции уже имеется значимое уточнение. Местом пребывания будет являться помещение, в котором гражданин фактически проживает, регулярно использует для сна и отдыха. В последние несколько лет значительную часть рассматриваемых на территории Верхнеуслонского района нашей республики уголовных дел составляет дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Это напрямую связано с прохождением через территорию района двух федеральных автомобильных дорог и расположением на одной из них, близ моста через реку Волга, стационарного поста полиции «Малиновка». Там выявляются как лица, которые незаконно хранят и перевозят наркотики для собственного употребления, так и те, кто занимается их незаконным сбытом. Прокуратура Верхнеуслонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Украины, жителя города Казатин, Стыцука. Он обвинялся в следствии на совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет, группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела и судебного следствия установлено, что по предварительной договоренности с неустановленным лицом, путем переписки в сети интернет, Стыцук в период времени до 24 октября 2017 года забрал из специально оборудованного тайника под свалкой строительного мусора в Щелковском районе Московской области наркотическое средство массой 505,1 грамма, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен. Реализуя преступный умысел, подсудимый за вознаграждение в сумме 60 тысяч рублей должен был перевезти наркотическое средство в город Новокузнецк для дальнейшего незаконного сбыта. Однако довести преступление до конца он не смог, поскольку 25 октября 2017 года был задержан на СПП «Малиновка» сотрудниками Дорожно-патрульной службы. Наркотическое средство, находившееся в пакетах в его сумке, у подсудимого изъято. Анализ представленных государственным обвинением доказательств, в том числе данных мобильных телефонов подсудимого, свидетельских показаний и других доказательств, позволил суду сделать вывод о причастности ЦЦЦЪКа к совершению данного преступления и правильной его квалификации. Данные в ходе предварительного расследования. Кроме этого, подсудимый свою вину в совершении покушения на преступление в ходе судебного заседания признал. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимого, смягчающих обстоятельств, суд назначил ЦЦЦЦЪКу наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Тех, кто в дальнейшем хочет перевести наркотики, хочу предупредить – «Малиновка» никогда не спит. В прошлой передаче мы говорили о том, что прокуратура ведет большую разъяснительную работу в целях профилактики преступлений и правонарушений. Сейчас лето, и во многих квартирах открыты окна. Прокуратура Татарстана обращается ко всем родителям. «Родители, берегите детей. У вашего ангела нет крыльев. Оставлять окна открытыми опасно. Летом москитные сетки спасают нас от насекомых, но могут стать смертельными ловушками для малышей. К сожалению, в нашей республике ежегодно происходят такие случаи, когда дети выпадают из окон домов. По каждому такому случаю проводится проверка, и родители привлекаются к уголовной ответственности. Родители, не забывайте об этом! В июне месяце принято два новых закона, которые необходимо знать большей части нашего населения. Прежде всего, с 1 июня 2018 года вступили в силу изменения, которые увеличивают максимальный размер выплаты по договору ОСАГО при оформлении дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников полиции по так называемому европротоколу в два раза. То есть размер возмещения увеличится с 50 до 100 тысяч рублей. На прежнем уровне до 400 тысяч рублей выплаты останутся для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этих регионах с 1 июня 2018 года будет разрешено оформлять дорожно-транспортные происшествия без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий между участниками аварии. Зафиксировать аварию можно будет с помощью системы ГЛОНАСС или специального мобильного приложения, который передает данные в систему Российского Союза автостраховщиков. В остальных регионах такая норма вступит в силу с 1 октября 2019 года. А вот чтобы получить выплату по ОСАГО, которую занижает недобросовестный страховщик, или решить спор с кредитором до 500 тысяч рублей, федеральным законом от 4 июня 2018 года в России учреждена должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. Должность финансово-уполномоченного учреждена для рассмотрения обращений потребителей об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги. То есть вышеуказанный уполномоченный должен урегулировать спор между потребителем и финансовой организацией в досудебном порядке. Это была программа ОКО прокурора с Ириной Петровой. До следующей встречи. И помните, на каждое незаконное действие прокуратура ответит противодействием.